Импровиз, брейк-дэнс и фристайл. Впервые в Ненецком округе прошел танцевальный баттл исполнителей хип-хопа. Организатором первого в регионе подобного состязания выступила школа танцев Lute Dance Family. Танец-вызов, танец-протест – так называют одно из самых популярных направлений молодежного танца хип-хоп. В Ненецком округе он появился не так давно, но приверженцы культуры уже хотят соревноваться в мастерстве. Танцевальный баттл «Разморозка» предоставил такую возможность. По правилам танцевального баттла участники рассаживаются полукругом. На ринг выходят соревнующиеся. Сначала выступает первый танцор, второй отвечает. По истечении минуты жюри выбирает лучшего в паре, который соревнуется со следующим участником. Если судье сложно сделать выбор, назначается перетанцовка. Снова звучит музыка, и соперники продолжают демонстрировать свое мастерство. Первыми соревнуются дети. Один из начинающих хип-хоп танцоров Роман Сафонов на ринге бросил вызов своему брату Алексею и харизматичной Арине Черневой. Жюри оценило большой запас движений, свободный стиль исполнения и музыкальный такт Романа. В итоге победа осталась за ним. К ребятам из старшей возрастной группы требования выше. Техника исполнения, импровизация, уличная подача и, конечно, музыкальность. В движениях танцора зритель должен увидеть музыку. Конечно, несомненно, нужно слышать музыку, чувствовать ее, попадать обязательно. Музыкальность – это, наверное, один из главных факторов, который нужен танцору. Сегодня у нас батлы, и в первую очередь это импровизация, и харизма, и душа, с которой ты подходишь. И если харизма и музыкальность – понятие врожденное, технику движений и базу надо нарабатывать. Одна из развивающихся школ, где можно обучиться хип-хопу и организатор батла – танцевальная студия «Лу Дэнс Фэмили». Педагог и создатель школы Татьяна Лупандина – опытный танцор, победитель международных чемпионатов и ярый поклонник стрит-дэнс. Занимается уличными танцами с 2010 года и уже имеет огромный опыт выступлений и преподавания. Лично я была в команде, которая представляла Россию на мировом чемпионате в Лас-Вегасе, и мы вошли в 15 лучших команд мира. То есть, наверное, 10 лет назад я бы никогда не подумала, что такое возможно. И уличный танц, то есть развитие в танцах дает очень много для человека. Начать танцевать никогда не поздно, считает Татьяна. В школе рада принять каждого, без возрастных и физических ограничений. Работает группа и для самых маленьких – детей от 4 лет. Для малышей у нас занятия идут по 40 минут. То есть мы каждый урок меняем программу, стараемся их отвлекать, развлекать, делать и в игровой форме. И одновременно даем нагрузку, то есть разминаемся, также даем растяжку. Познакомиться с различными направлениями уличных танцев можно уже сегодня. Школа «Лу Дэнс Фэмили» располагается в самом центре города, по адресу улица Ленина, дом 33А, бывшее здание Дома детского творчества.